Неужели все было напрасно? Нет, несмотря на некоторые ошибки, новые результаты Чандраяна-3 показывают, что на Луне происходит что-то необычное. Благодаря новаторским результатам этой смелой миссии, Индия наконец-то катапультировалась в высшую лигу космических держав. И одно можно сказать точно – Индия не сдастся. После завершения Чандраяна-3 глава индийского космического ведомства объявил захватывающую новость – Чандраяна-4 произведет новую сенсацию всего через несколько лет. Со сложным лендером и ровером, оснащенным по последнему слову техники, Чандраяна-3 был не просто успешной лунной миссией. Это была веха в освоении Луны, риски которой с самого начала были огромны. Тем не менее, индийское космическое агентство ИСРА не пожалело средств на запуск этой миссии века. Только на строительство зондов и двигательного модуля для Чандраяна-3 Индия вложила около 31 миллиона евро. Еще 46 миллионов евро ИСРА пришлось потратить только на ракету-носитель. И все это для того, чтобы, возможно, обанкротиться. Да, но индейцы знали, что делали. Даже после неудачи с Чандраяном-2, в котором были потеряны все зонды, кроме орбитального аппарата, Индия не отказалась от еще одной попытки и многомиллионных трат. 14 июля 2023 года с космического центра имени Сатишат Хавана был запущен Чандраян-3 с амбициозной целью – впервые совершить мягкую посадку на южный полюс Луны. То, на что до Индии не решилась еще ни одна другая страна. Даже НАСА не посещало южный полюс. Хотя нам крайне необходимо знать больше об этом важном регионе. Исследователи подозревают, что на полюсах есть самые большие залежи воды на спутнике Земли. И если мы хотим поселиться на Луне, нам нужно знать, где есть вода. Оставленный орбитальный аппарат Чандраян-2 координировал мягкую посадку стационарного исследовательского зонда Викрам и ровера Прагьян с лунной орбиты. В августе не только миллионы индийцев затаили дыхание, но и космические энтузиасты по всему миру с нетерпением ждали исторической посадки. Викрам и Прагьян. Торжество технологий. Это звучит почти слишком безумно, чтобы быть правдой, но хотя Индия все еще относительно новичок в освоении космоса, техническая изощренность двух зондов Чандраян-3 просто умопомрачительна. Чандраян-3 должен исследовать секреты Луны, которые должны принести пользу всему международному сообществу. Дополнительные знания о Южном полюсе Луны принесут ИСРу не только национальные лавры, но и позволят наладить более тесное сотрудничество с учеными всего остального мира. В то же время, что и Индия, Россия планировала очень похожий проект. Аппарат Луна-25 также должен был совершить мягкую посадку на Южном полюсе, но миссия потерпела фиаско. Российские зонды потерпели крушение за несколько дней до того, как Чандраян-3 высадился на Луну. Изначально основной зонд состоял из трех главных компонентов — двигательного модуля, посадочного модуля и ровера. Модуль должен был доставить лендер с околоземной орбиты на лунную и был самой большой частью миссии. Ракета GSLV-MK3 должна была вывести в космос более двух тонн. Запуск прошел отлично, и миссия благополучно стартовала с орбиты высотой около 150 км над поверхностью Земли. Оснащенная основным двигателем и выдвижным крылом с солнечными батареями, троица отправилась в путешествие к Луне. Лендер и ровер были примерно идентичны зондам миссии предшественницы Чандраян-2. Викром стационарно-измерительная станция получила незначительное улучшение в виде еще более совершенных посадочных ног и, конечно же, была оснащена только самыми современными приборами. После отстыковки от двигательного модуля Викром должен был самостоятельно приземлиться на Луну с прогьяном, уложенным в грузовой отсек. Об управлении Земли не могло быть и речи. Задержки в радиосвязи всего на несколько секунд могли привести к фатальным ошибкам во время захода на посадку. Вместо этого датчики ускорения, высотомер, камеры для определения положения, лазерный доплеровский велосиметр и датчики контакта с Землей обеспечивали полностью автоматическое управление. Компьютеры Викрома рассчитывали высоту, оптимальную позицию и место посадки в режиме реального времени на месте и с помощью данных, предоставляемых камерами и датчиками. Зонды, весящие более одной тонны, самостоятельно благополучно перемещались с лунной орбиты на поверхность. Высокотехнологичные приборы фиксировали каждое изменение в окружающей среде во время сближения, а поверхность сканировалась сразу по прибытии. Южный полюс считается чрезвычайно сложным для посадки зондов. Повсюду таятся острые скалы, изрезанные долины и впадины с камнями с острыми краями. Хотя у ИСРО было примерное положение, Викром сделал остальную навигацию на месте. Четыре полностью автоматических реактивных колеса и четыре управляемых ракетных двигателя обеспечили мягкую посадку, которая своевременно замедлилась с помощью идеально рассчитанных сил противодействия. Для Индии весь спуск двойки прошел как по маслу. В памяти всплывали образы крушения Луна-25, но затем наступила безудержная радость. Телевидение вело прямую трансляцию по всей стране. И миллионы индийцев ликовали, когда Викром и Прагьян благополучно приземлились на лунную поверхность. Можешь себе представить, с каким волнением ты наблюдал за тем, как эти двое делали свои первые шаги по Луне? Для Индии это, наверное, было чем-то вроде того, как Данил Армстронг и Баз Олдрин впервые ступили на Луну. Вскоре после приземления Викром открыл свой загрузочный люк, и маленький Прагьян скатился по пандусу. Это небольшое транспортное средство в очередной раз демонстрирует удивительно развитые технологические возможности ИСРО. Оснащенная солнечной батареей и особо гибким многоколесным приводом, эта мини-измерительная станция должна была отправиться в собственные исследовательские туры по Луне. С помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц, прикрепленного к полностью механической руке, Прагьян может исследовать породу реголита во время своего путешествия. Специальное устройство с помощью лазеров нагревает породу, чтобы выявить больше деталей о ее химическом составе. Благодаря лазерной плазменной спектроскопии Прагьян быстро обнаружил ранее неоткрытые залежи серы на Луне. А дальнейшие исследования показали, что реголит на Южном полюсе богат магнием, алюминием, кремнием, калием, кальцием, титаном и железом. Естественно, Викром также незамедлительно приступил к выполнению своей миссии. Стационарный лендер был специально разработан для проведения температурных измерений и регистрации лунотрясений. Вторая захватывающая миссия заключалась в том, чтобы провести измерение температуры непосредственно в лунном грунте. Эти значения имеют огромное значение, если мы хотим узнать, где в лунном грунте могут быть залежи льда. Поверхностный теплофизический эксперимент Чаяндры может пробурить лунный грунт и напрямую определить теплопроводность и температуру реголита. И Викром сделал открытие. Грунт на Южном полюсе слишком теплый, чтобы там могли быть какие-либо крупные ледяные отложения. Ученые были озадачены и теперь вынуждены искать новые объяснения. Вскоре после посадки однометровая штанга аппарата также просканировала плотность плазмы у поверхности Луны и обнаружила, что плотность плазмы там на удивление высока. Этот результат также отмечается в кругах специалистов как маленькая революция. И последнее, но не менее важное. Сейсмометр Викрома зарегистрировал небольшое лунотрясение продолжительностью 3 секунды 26 августа 2023 года. Таким образом, миссия завершилась полным успехом. Но на Южном полюсе Луны есть еще несколько подводных камней. Здесь стоятся не только острые скалы и непроходимые кратеры, но и ледяной холод. На Луне 14 дней светло, а затем наступает 14-дневная лунная ночь. В темный период на Южном полюсе Луны становится слишком холодно, чтобы Викром и Прагьян могли продолжать работу. Поэтому их пришлось перевести в спящее состояние. Прагьян был выведен из эксплуатации 1-го, 2-го сентября 2023 года. К тому времени маленький ровер уже преодолел невероятные 101,4 метра и предоставил множество познавательных данных. Перед периодом отдыха Викром совершил еще один маленький подвиг. С земли ученые ИСРО проверили, подходит ли посадочная система и для перемещения Лендера на месте. И этот тест также прошел полным успехом. Викром поднял себя на 40 сантиметров от Земли, пролетел по воздуху и снова благополучно приземлился на Землю чуть дальше. 5 сентября 2023 года Викром также отправился на покой. После лунной ночи оба зонда, конечно же, должны были возобновить свою работу. Но тут-то и началось очередное невезение индийских космических путешественников. Ни Прагьян, ни Викром не реагировали на сигналы Земли. И даже встроенная в них функция автоматического пробуждения не вернула их обратно. Скорее всего, Викром и Прагьян стали жертвами сильного холода. Почему ИСРО решила не устанавливать в оба зонда радионуклидные нагревательные элементы, которые обошлись в миллионы евро, остается загадкой? В течение нескольких недель индейцы пытались восстановить контакт. И тогда все стало ясно. Чандрайан-3 определенно завершился вместе с лунной ночью. Однако, поскольку цели миссии были в основном выполнены, Индия все равно отпраздновала успех и получила множество аплодисментов со всего мира. Последнее приветствие с Чандрайана-3. Несмотря на успехи, Индия, конечно, была опечалена потерей двух роверов. Было бы слишком хорошо, если бы Прагьян и Викром продолжили свою миссию. Но не все было потеряно. Еще одна вещь пережила катастрофу – двигательный модуль. На этот космический корабль Чандрайан-3 возлагалась задача транспортировки лендера и ровера с околоземной орбиты на лунную, и он не пропал после завершения своей миссии. Топлива было достаточно, чтобы вернуть модуль обратно. Модуль самостоятельно перемещался с помощью своих двигателей во Вселенной до земной орбиты. После нескольких орбитальных маневров и еще одного месяца полета двигательный модуль добрался до дома. И Индия использовала эту возможность, чтобы провести с ним несколько важных испытаний. Испытания должны показать, какую нагрузку может нести двигательный модуль Земли на Луну и, возможно, обратно. Когда у нас появится население на Луне, там будут такие модули, как этот, которые практически будут летать с Земли на Луну по расписанию. Возвращение модуля было встречено в Индии одним смеющимся и одним плачущим глазом. Хорошо, что хоть что-то от Чандрайан-3 уцелело. Чандрайан-4 на подходе. Кто бы мог подумать, вскоре после того, как Индия официально объявила об успешном возвращении двигательного модуля, директор Центра космических приложений Нилиш Дисай объявил о детальных планах Индии на Чандрайан-4 17 ноября 2023 года. Цель, очевидно, заключается в том, чтобы вернуть на Землю обширные лунные образцы. Запуск запланирован на 2027 год. И на этот раз Индия отправит на Луну несколько модулей в рамках очередной зрелищной миссии. Лунный лендер возьмет образец грунта и предположительно будет представлять собой измерительную станцию, аналогичную Викраму. После этого запланированный луноход должен быть запущен на лунную орбиту. Стартовая площадка для этого будет интегрирована прямо в лендер. А в космосе транспортный модуль заберет образцы с лунного модуля и доставит их обратно на Землю. Вся транспортная серия может быть разработана как устойчивый проект, и после успешной миссии доставить на Землю еще много образцов грунта с Луны. Подписывайся на канал прямо сейчас, впереди тебя ждет еще много отличных видео.